В Термесском гарнизоне юго-западного особого военного округа были проведены показательные батальонные тактические учения по теме подготовки и проведения специальных действий войск. В качестве наблюдателя в них приняли участие командиры всех воинских частей округа. Репортаж Лолы Ракаевой. Масштабные учения включили несколько эпизодов. Детальное обсуждение предстоящих маневров и не только состоялось на военно-научной конференции. Передвижение в составе батальона – организация специальных тактических действий. В докладах и презентациях пристальное внимание было обречено на применение современных подходов и военных новаций при ликвидации угроз различного характера на континенте и во всем мире в ходе реальных боевых столкновений. Следующий эпизод – практические действия. Сразу же после подъема по сигналу учебной боевой тревоги личный состав осуществил выход военной техники из расположения воинской части. Передвижение в составе колонны до полигона. Передвижение в составе колонны до полигона. В основной фазе учений военнослужащим предстояло отработать практические действия по отражению проникновения в сопредельной территории группы условных незаконных вооруженных бандформирований, обнаруженных в ходе воздушной разведки местности. К маневрам по максимуму приближенным к реальному бою привлечены авиация, военная техника. Сразу же после подтверждения и уточнения информации, заданный квадрат был подвергнут артиллерийскому обстрелу. Новые вводные получают бойцы спецподразделений. Прибывшее подкрепление резервного батальона позволило окончательно разгромить условного противника. Как потом прокомментируют военные специалисты, именно командирам отведена особая роль. От них зависит не только управление боем, но и настрой, и командный дух бойцов, выполнявших поставленные задачи. В ходе батальона тактических учений были продемонстрированы элементы организации связи в полевых условиях. Разминирование участка местности от неразорвавшихся мин и снарядов, переправа военной техники через водные препятствия и спасение условно утопающих. Лучшие из бойцов по итогам маневров были поощрены командованием округа.